Ребята, всем привет! Сегодня я буду проверять странные рецепты слаймов, просто которые я нашла в интернете. Я выбрала 4 супер странных, как по мне, рецепта, и мне кажется, что у нас больше половины точно не должно получиться, потому что ну слишком все подозрительно. И если вы хотите увидеть, как я буду мучиться с этими непонятными слаймами, то оставайтесь тут, и не забудьте перед началом этого видео подписаться на мой канал, а также активировать колокольчик. А теперь давайте начинать! Первый рецепт, который я буду проверять, связан с вот такими вот стиками с блестками, гель с блестками. Можно взять российский, но я помню годика два назад я проверяла подобный рецепт, и у меня получилась просто слизь. Это было с российским гелем с блестками, но сегодня я решила взять вот такой вот от Elmers. Выдавила уже два тюбика в мисочку, и хочу уже поскорее вот это загущать. Пока что это похоже на клей. И давайте добавлять активатор. Кстати, оно какое-то уже сразу загущенное, я не знаю почему, но да ладно. Я добавляю капельку активатора и замешиваю. Главное для меня, чтобы все было хорошо и ничего там не стало слизняком, да и вообще, чтобы это загустилось. Ой, смотрите, реально... Чё? Что, девочки? Нет, это реально загущается, смотрите. Вау. Неужели это еще получится как нормальный слайм? Вообще, эти гели-блестки, это, ну, именно от Elmers, будет не самым экономичным вариантом, потому что они созданы для того, чтобы украшать обычный прозрачный слайм. То есть, чтобы добавлять половину, например, тюбика, или даже еще меньше, в обычный прозрачный слайм. А тут мы, получается, с перебором блесток делаем такой маленький слайм. Используя при этом два тюбика, это просто жесть. Так, ну, пока что этот слайм оставляет клей на руках, но его нужно, наверное, хорошо вымешать. Перемешиваем. Ребята, я все домешала почти, и это действительно слайм. И он похож, прям вот реально, как будто мы сейчас сделали этот слайм из обычного прозрачного клея Elmers. Поэтому, если вы вдруг никогда не, ну, не пробовали, не трогали слаймы из клея Elmers прозрачный, то вы можете взять один такой стик, попробовать сделать супер маленький слайм. Это, конечно, как вариант, можно сказать так, но это все-таки слишком маленький, он будет вот такой вот, представляете? Вот такой вот слайм, половина, это из одного вот такого стика. Я не знаю, за сколько у меня такие получили стики, но они продаются в магазинах, например, слаймерских, могут и за 250 рублей продаваться, представляете? То есть они такие достаточно дорогие, могу сказать я вам, но слайм из них сделать можно, поэтому первый рецепт у нас получается, что рабочий. Давайте тогда сразу же будем приступать ко второму. Что же нам обещают во втором рецепте? Мы берем воздушный пластилин. Я знаю сама, что этот воздушный пластилин, покупаю его уже второй раз, по-моему, или даже третий, нет, второй. Вот, я его покупаю всегда, и из него получается очень классный баттер слайм. Давайте посмотрим на его текстуру, консистенцию и свойства в данный момент. Он вот так вот растягивается, тянется он очень хорошо, но при этом бывают моменты, когда он вот так вот рвется. Также, если его долго порастягивают, он становится как будто клауд слайм, можно так сказать, посмотрите, какой он становится прикольный. Также он вот таким вот образом размазывается, иногда даже хрустит. В пленочку этот слайм можно немножечко, совсем чуть-чуть растянуть, но это не пленочка слайм, это пленочка пластилина. И что же нам говорится в рецепте? Представляете, чтобы сделать вот из этого пластилина самый нормальный обычный слайм, нужно добавить просто жидкое мыло, как заявляет автор. Ну, давайте попробуем. Вот такое жидкое мыло я буду использовать, оно обычное, прозрачное, я добавлю сначала вот совсем чуть-чуть и перемешаю. Не знаю, что-то у меня сомнения насчет этого рецепта, но мы с вами попробуем. Может быть, получится. Тщательно перемешиваю, пока что добавился только запах, вроде бы ничего другого не поменялось. Тогда давайте сразу добавим ровно один пшик. Вот так вот, все. И теперь замешиваем. Итак, на данный момент пластилин стал гораздо мягче. Мне кажется, по нему даже видно, он стал громче хрустеть. А насчет пленочки все такая же, мне кажется, даже стало еще хуже немного. Ну, окей, давайте продолжим дальше добавлять мыло в этот пластилин, пока он не станет слаймом. В этот раз я добавил два пшика. Мне кажется, это была ошибка, и сейчас пластилин превратится в кашу. Интересно, а пластилин можно загустить тетраборатом натрия? Какой мы получаем результат, слайм стал еще мягче, он стал еще лучше размазываться, но при этом, попрошу заметить, нифига он не растягивается. Пленочку еще хуже стал. А давайте попробуем добавить активатор. Такого, конечно, в рецепте не было, но мы с вами попробуем. Я просто никогда не добавляла активатор в пластилин. Может, я свой рецепт придумаю? Да, действительно, пластилин загущается. Посмотрите на него, вау, девочки. Честно говоря, это для меня уже шок. Посмотрите, он реально становится как слайм. Вот от того, что мы добавили активатор, посмотрите. Что? Давайте еще добавим. У меня сейчас немного шок. Подождите, неужели я свой рецепт придумала? Ну, как бы, возможно, такой рецепт уже есть, но мне его не писали, я такой не видела. Но, может быть, действительно, возможно, просто загустить пластилин воздушный и сделается слайм. Так, вот я сейчас перемешиваю вот с этой дозой активатора. Смотрите. Да он реально становится лучше. То есть сначала мы его размягчаем, теперь мы его загущаем. Смотрите, он сейчас уже вот так вот тянется косичкой. Видимо, может сделать розочку. И пленочка, давайте посмотрим. Так, сейчас, секунду. Че? Нет, смотрите, это стало больше похоже на слайм, чем если мы добавляем мыло. Посмотрите. Ну, действительно же тянется. Ну, конечно, не прям как слайм, но это все равно тянется. Чего? Так, ребят, я, по ходу, сделала свой собственный рецепт. Ну, классно, классно. Попробуйте у себя дома сделать так же. Мне кажется, что, возможно, тут зависит от фирмы пластилина. Я свою фирму сейчас уже не найду. Она находилась просто там такие яркие цвета, знаете. Яркие, нежные цвета в одной пачке. Стоила, по-моему, одна пачка 120 рублей, 150, что-то такое. Я не знаю, зачем я добавила еще больше активатора. Сейчас перемешаю, добьюсь прям идеального результата и покажу вам. Ну что, ребят, вот такой вот слайм у нас получился из воздушного пластилина. Может быть, не полноценный, но это приближенный вариант. Я вам скажу, лучше добавлять не мыло в пластилин, а просто активатор, и у вас получится реально, ну, что-то похожее на слайм. Честно говоря, у меня немного шок. Давайте проверять третий рецепт. У нас ведь еще два рецепта с вами. А третий рецепт тоже немного шокирует, очень даже сильно. Смотрите, нам нужно взять пластилин. То есть теперь уже не легкий пластилин, а обычный. Ага, отлично. Давайте возьмем, не знаю, оранжевый. Вчера же был хэллоуин, почему бы и нет. Сказали, что нам нужно его с вами размять. Давайте разомнем его, то есть разогреем, чтобы он был более эластичным. Сейчас я его разогрею, покажу вам результат. Так, ну, вроде как размял и испачкал все руки. Не знаю, он очень жесткий какой-то. А, и для него надо добавить сначала мыло. Не знаю, зачем, а как я это сейчас буду перемешивать. Ну, окей. Не знаю, зачем я вообще выбрала этот рецепт. Я сейчас измучаюсь тут вся с этим пластилином супер жестким, блин. Ну, за что? Это будет очень долго. Нет, ребят, я уже сдаюсь. Я не могу сделать этот рецепт. Это слишком трудно. Я реально... Блин, может, это и возможно сделать, но я не могу. Может, у меня слишком-слишком дешевый пластилин, он стоил 70 рублей за упаковку. Ну, блин, мне просто не нужен пластилин. Я взяла самый дешевый, потому что, ну, кому он, зачем он мне? Блин, я не могу ничего с ним сделать, у меня пальцы болят. Все, ребят, этот рецепт отменяется. Ну, а если вам интересно, то дальше по рецепту нужно было добавить пенку. И это должно было получиться флаффи-слайм. Ну, и последнему рецепту я тоже не очень сильно доверяю. Теперь нам нужно взять миску, жвачку. Я взяла вот такое количество. Заливаем кипяток и ждем. Просто ждем минут 10, написано. Это будет долго, но окей. Ждем 10 минут. Посмотрим, что с ними случится. Итак, прошло ровно 10 минут. Тут что-то явно произошло, только непонятно пока что что. Сказано, что надо эти резинки размять. Мне не хочется это делать, потому что, блин, вот последние два рецепта какие-то просто стрёмные, потому что там пластилин жёсткий, тут все рубки у меня потом будут липкими, но всё ради вас. Так. Жвачки размякли. Вот какая новость у меня для вас. Сказано, их нужно размять и постепенно ещё перемешивать с водой. То есть окунать вот так вот. И это очень странно, конечно. Для меня лично. Я такое очень сильно не люблю вообще. Блин, кому эта жвачка? Как с ней можно играться, как со слаймом? Ну хотя, в принципе, пока что выглядит неплохо. Окей. Ладно, не будем сразу сильно строгими к этому рецепту. Сначала замешиваем жвачку с большим количеством воды. Мне кажется, это займёт большое количество времени. Сказано, что когда жвачка уже начнёт хорошо тянуться, собственно говоря, что у меня сейчас и происходит, нужно её окунуть ещё раз в воду. Вау, смотрите, она в плёночку тянется. Окей. И затем добавлять сюда мыло. Всё связано с мылом у нас сегодня. Я не знаю, почему всех так вдруг помешало. Это жидкое мыло. Чего ему надо от этого мыла? Ну окей, как будто это какое-то, блин, приворотное зелье. Честно говоря, пока что ничего не меняется, остаётся всё жвачка. Жвачка и жвачка. Так, окей, добавим в неё прям конкретно так мыло. Моему фону хана после этих экспериментов просто. Слушайте, ну мыло вообще ничего не меняет. Мыло как вода, знаете. Жвачка же от слюней не становится, ну, мягче. Ну, как бы. Не становится же она слаймом во рту, блин. Выглядит не очень привлекательно, как бы. Окей, предположим, что мыло нам помогло в этой ситуации. Потом сказали её опять окунуть и в воду. И теперь уже? Нет, нам не понадобится мыло. Нам понадобится пенка для бритья. Зачем? Непонятно. Вот пенка для бритья взяла небольшое количество. И надо прям полностью это всё смешать с жвачкой. Я не знаю, как это делать, потому что пена просто по всем рукам размазывается, но в жвачку она не хочет впитываться, понимаете, да? Конечно, можно сильно прям сидеть, потеть над этой жвачкой, но разве не проще пойти и просто либо купить китайский слайм и размягчить его, либо просто купить нормальный слайм и не мучиться с этой жвачкой. Окей, сейчас, как там сказано, просто пока не... до того времени, пока не получится на слайм, добавлять пену и мыло и воду. Просто пока не получится слайм, поэтому увидимся с вами не скоро, видимо. Итак, ну вам, наверное, уже поскорее хочется увидеть, что же у меня получилось и... Фу, фу, блин, когда я это перемешивала, то мне настолько противно было. Фу, это отвратительно. Это просто жвачка, перемешанная с пеной, мылом и водой. Это просто отвратительно. Это всё равно, что взять пожёванную жвачку в руки и смешать её с пеной для бритья. Что это? Кто это придумал и зачем? Непонятно. Да ещё и распускают эти слухи по интернету. Зачем распускать слухи о нерабочих рецептах? Вы лучше бы рабочие придумывали. Ёлки-палки, ну что это такое? У, блин, оно склизкое, оно противное. Из этой штуки всё время пена для бритья выходит. Это ужасно. Вот я чистыми руками это всё только что брала. И просто, по сути, вся пена для бритья, которую мы свешивали с жвачкой, она сейчас остаётся у меня на руках. Это отвратительно. Я это трогать больше не хочу. Это ужасно. Всё. Если быть честными, то у нас работал только один рецепт, реально. Это тот, который с Элмерсом. Вот этот зелёненький слайм, он действительно получился. Но вопрос, все ли гели с блёстками подойдут. Ведь какие-то из них могут просто не свернуться. Какие-то могут получиться как желешка, какие-то как сопли. Или вот такой вот результат. Да, конечно, мы можем ещё вписать, что второй рецепт у нас тоже получился. Но ведь там просили добавлять жидкое мыло. А я уже по своей инициативе добавила активатор. Поэтому будем считать, что только один рецепт из четырёх у нас с вами получился. Хотя я, кстати, думала, что получится именно тот, который третий был. Но я просто сдалась на нём. Я не хочу ломать свои пальцы. Ну что же, ребят, и на этом данное видео подходит к концу. И я очень надеюсь, что оно вам понравилось. И если это так, то не забудь его оценить пальчиком вверх, подписаться на мой канал, если ты до сих пор не подписан. Также не забывай, что есть в других соцсетях лайки и инстаграм, а ссылочки на них всегда есть в описании. А я вас всех очень сильно люблю, целую, обожаю, обнимаю. Знайте, что вы просто самые крутые подписчики в этом мире. И всем пока-пока!